доброе утро дорогие друзья у нас сегодня солнце светит уже еще правда есть не высохли все цветет не все уже сиренец вела вот здесь у нас слева шиповник белый шиповник цветет вот такая вот красота на улице сегодня на улице 24 градуса а здесь у меня готовлю муж муж ушел в лес говорю иди один погуляй а я буду готовить решила сварить тыквенный суп но обычная тыквенный суп варю без не на мясном бульоне но сегодня решила я вот у меня был кусочек индейки и решила я вот так вот суп пюре сварить она мясном бульоне и не только на бульоне я просто потом блендером вместе с мясом и будет такой вот суп пюре я индейку сначала прокипятила в одной воде она мне была заморожена это кусочек в общем сейчас переложила в хорошую воду здесь поджарочку сделала ну так слегка я слегка пассеровала морковку лучок и немножко томатной пасты добавила и хмели сунели еще давай потом снова буду добавлять вообще нужно со сливками у меня сливок нет есть молоко может молока добавить как вы думаете девочки но если нет сливок ну конечно можно избегать собиралась два дня назад еще этот суп варить ну как все это откладывала вроде бы было что поесть а сливки забыла купить посмотрим может немножко молока просто добавить да и все вот такой вот будет супчик и отварю вот картошечки немножко у нас там скумбрия горячего копчения салатик сделаем такой будет обед супчик понемножку варю в маленькой кастрюле я этот суп обычно варю в трехлитровый в общем на два-три дня на три дня у нас суп всегда а этот не знаю как насколько хватит может также на три дня потому что я вот один раз поем такой суп и я его больше не хочу я как-то привыкла больше к щам борщам и супам обыкновенным просто если суп куриный там или какой-то из индейки то вермишель вы или рисовый я варю там собственно к дельками рисовые и и борщ так вот эти все такие овощные супчики что-то я не очень могу один раз поесть мужу нравится так что вот сегодня будет у нас такой вот обед поставила чайник кипятить позавтракали варила я кашку кашку такую вот эти вот хлопья риса с пшеном шон на рисовые хлопья и муж цикорий с пирожком там пирожка к кусочек оставался разогрев холодильнике стены этот ягодный пирог долго ели в холодильник его убрала сегодня последний кусочек разогрела он год да не пеки больше уже потому что тут два раза подряд я пекла и уже не хочется ну да а я просто сделала чай чай заварила черный с мятой сделала с молоком и просто с сыром еще так чай попила накипь сняла сейчас сюда поджарку тыкву пусть и проварится потом блендером все супчик варится пришлось немного воды отлить бульон слишком много налила воды еще это не бульон была вода вот что что был густой ну еще выкипит может быть придется добавить пусть варится так вот ну вот супчик сварился такой вот он получился еще зелень добавила не чеснок сухой сушеный муж пришел из леса принес мне ландыш и целый букетик вот такой аромат прям полдеж ну конечно рядом очень много когда это голова наверное разболится на улице говорит жарко ну 25 25 25 уже градусов солнце светит и брызгался от комаров говорит ну так не совсем поели его но немножко покусали всем добрый вечер у нас ведь я пошла немножко прогуляться что с утра же ходил а я не гулина и осталась был дождь у нас лужи видите за мной хотел уже идти дождь пошел и дождь прошел и солнце и тепло в общем у нас вот такая погода на улице как тихо-тихо птички поют чайки только кричат крико-крико страх надо зайти в ауберис это мужу такие льняные штаны тонкие заказывал надо забрать еще так что-то я что-то я топинамбур по-моему эти цукаты из топинамбуры заказал а еще витамины какие-то там там магнит б-6 через ваугель заказал почему-то в общем вот так ну так сейчас пройдусь прогуляюсь на улице так жарко женщин в куртке идут с ума сойти такой теплёные ветровки даже бывает бывает еще нужно зайти в магазин молока купить хлеба так по мелочи пройдусь так по окрестностям по нашим ой а так дышится хорошо после дождя тепло солнце светит иду через школу такое испарение от земли вот вы представляете когда так вот такое испарение от земли так вкусно пахнет после дождя тепло красота вроде бы дождя-то лучше не ожидается так небо уже очистилась все уже какие дождик так приличный прошел ну как ливнем минут десять от сил он шел вот так вот скоро лето скоро лето сегодня все у нас какой 27 по моему еще немножко и лето вот здесь всегда это бархатки сажают бархатцы уже вылезают здесь всегда на этом месте бархатцы растут школьном дворе и тут наверно насадили тоже бархатцы муж порывался так со мной пойти я тоже гулял уж тогда за одну их захотелось пройтись без него я говорю да я никуда не пойду и не хочу далеко уже идти просто пройду и все а он еще мало того ходил же в лес пришел жарко я город и без меня наверно шел быстрым шагом да как я шел быстрым шагом почти шесть километров прошел молодец теперь перенапрягается зачем а он кардиологу ходил она ему сказал надо двигаться сердце это такая же мышца ее нужно развивать так что вот тут у меня и сумку унес как-то из магазина его всячески пыталась отнять все равно донес будет тяжелая сумка грудно тебе вот это нужно как-то еще себя поберегать все-таки операции не шутки вот и короче говоря он пришел он весь мокрый представьте он заподевает майку потом вот этот вот жилет на все так а он же такой на липучке уже все равно такой не воздух ты не пропускают хотя там вроде как и хлопок а дышащий материал написано страну там за ли пучки вот эти ремни все ленты а сверху футболку за надевает или рубашку или футболку но пришел у него этот его корсет влажный вывез на балкон потом уже в последнее время ну последний момент горды нет я не пойду иди уже прогуляйся одна все мокрое гонад его завтра выстирать после прогулки и посушить хорошенько уже спать он ночью спит жилете обязательно но днем ты еще можешь себя контролировать а так вдруг там на бок повернется или че в общем короче говоря надо на ночь это точно надеть вот днем быстро надеюсь высохнет два раза на джим поставим машинки высохнет хорошо пройду сейчас зайду в магазин ну и домой покажу вам что принесла пришла я с прогулки и из магазина сейчас я покажу вам свои покупки заходила в пятерку заходила в алберес заходила в аптеку в пятерочку хлеб вот такой вот зерновой понравился нам такой вот здравое зерно хлеб с пророщенным зерном короче говоря хлеба для так хлеба для здорового питания такой вот семечки я даже не знаю что это может мин какой но такие семечки не не подсолнуха лучше чем с такими крупными семечками так купила я льняную кашу она по 112 по 113 рублей такая вот каша в которую мы заливаем кефиром можно там как-то нужно водой наверное такая вот кашу и и варить не надо купила я три пачки творога может быть послезавтра испеку я тортик пушистое облако творожный вот этот пирожок муж у меня любит а кто его не любит творожное изделие творожную выпечку наверное любят все сегодня на ужин творог у нас там и на тортик купила еще вот такой вот топленое молоко простое молоко купила наконец-то майонез такую небольшую пачку 425 грамм купила картошку картофель ранний только я не поняла он как я пробил так я вам отдам он мне потом я как-то расплачивалась наличными 27 рублей честно говоря так и не поняла что он там пробил и почему мне отдал хотя этот картофель ранний какой-то свежий привезли может быть с наших краев откуда-нибудь не знаю сейчас посмотрим в общем чек у меня получился на девятьсот тридцать девяносто семь так картофель агро инвест так 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 цена цена за килограмм сколько 2149 что ли всего чего себе там было написано цена наверное вот импортный какой-то картофель у нас и 72 рубля стоил и 69 потом вот я посмотрел там этот свежий картофель 59 чем-то ну 60 рублей а он говорит я вам пробил вообще не поняла что он пробил и вроде бы и пробил то немного так и пробил еще отдал 27 рублей так 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 как картофель 2149 ну да 27 рублей он пробил 27 51 а он наверное он два раза пробил точно он отдал мне вот этот вот да 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 нет он 59 99 этот ранний картофель а а тот 27 да он мне просто пробил два раза другой картофель все понятно все понятное что он пробил мне вишнюю картофель сначала по другой цене старый и отдал мне эти деньги наличными ну и вот такие вот купила голени наверное завтра может быть картошку я потушу с этими вот с куриными голенями что ли может быть так или завтра или послезавтра в общем вот такой мой поход то я еще покажу что я взяла валберис сейчас это все уберем и еще будут покупочки так но сейчас покажу вам что я взяла в общем мужу вот второй раз первый раз не показывал я вам вот такие вот льняные брючки сейчас написано хлопок но там внизу написано лен сверху хлопок производство россии цвет молочный вот так в этот раз я ему взяла 52 размер те были 50 и в общем то хорошо мы их выстрелили при 40 градусов они ну может быть чуть-чуть сели может сказать не сели так ну вот какая-то бирка если есть на брюках сейчас я вам вот такая вот здесь фирмочка ну я ссылку оставлю кому надо пройдете и посмотрите лучше там отзывы так что все прям на иностранном написано стирать при 40 градусах гладить конечно стопроцентный катон написано ну вот там где характеристики написано лен но в общем хлопок или в общем они вот такие вот прям тоненькие самое то на жару саде вот такой кармашек таким вот лейблом вот и еще боковые естественно два кармана в общем муж у меня рост 100 ну он 170 с чем-то я не знаю 173 у него может 170 ему даже не надо подгибать вот 50 размер вот эти я взяла он сейчас примерил они не на намного уж прямо они не широкие ему но подогнуть немножко надо на один подгибчик а так можно брать даже вот ну я не знаю сейчас говорю похудел был 54 потом уже 52 сейчас уже ну эти штаны в общем-то свободного такого покрой на резинке здесь вот такая то шнурочек есть то есть 50 размер ему даже как раз на высокий рост не знаю на 100 в общем 176 180 смотря какой тут видимо вот больше размер и длиннее штанины вот так вот скорее всего потому что вот размер побольше взяли и они немножко подлиннее здесь как-то ну как бы стрелки вот так отглажены но я сначала вот думали может со стрелками но нет я их выстиралась эти стрелки пропали то есть они как вот штаны ну конечно можно отгладить и стрелки кому как нравится вот я считаю что такие штаны лучшие без стрелок просто прямые носить ну можно и со стрелками в общем вот такие оставлю ссылку так что я еще взяла в алберис вот такие вот цукаты цукаты топинамбура они без натуральные без сахара в общем клетчатка инулин пектин витамины микроэлементы к чаю в каше и творожные десерты как альтернатива конфетам и варенью полезно и вкусно вот такие вот цукаты здоровое питание от 17 апреля 23 года вот то есть вот так 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 что тут кто тут произвел город ходькова что и московской области короче говоря цукаты сейчас я открою в общем то вам могу показать здесь вот так зафольгировано можно откроем вот такие вот цукатики попробовать мягкие сахар же повысился надо что-то альтернативу конфетам какую-то находить ну чтобы поменьше сахара я уже стараюсь вот так вот чай сегодня пила половинку зефирина съела а то накануне тут вообще курагу финики вот так вот с чаем так такие вкусненькие цукаты да и заказала я вот такой вот такие витамины магний не b6 на вал берез почему я заказала они турецкие витамины магний плюс витамин b6 и заходила же в аптеку купила вот такой вот чай зашла в одну аптеку не было для снижения сахара вот нашу напротив еще в аптеку зашла там был вот такой чай в единственном экземпляре для снижения сахара ну здесь сбор сбор трав чай в пакетиках так какие травы тут не видно ничего могу вам приблизить может быть так вот увеличите что-нибудь увидите ну наверное эти чайи разные да состав а может быть а может и одинаковый я не знаю ни разу не брала сахар всегда был нормальный ну пока врач ничего не выписала она только мне вот назначила дополнительное дополнительный анализ сделать сделать на гликемический вот этот вот уровень так еще что я взяла вот пока стояла в кассу ну не в кассу а вот в аптеке стояла там на витрине висела вот такая штука сто шестьдесят три рубля вот такая вот штуковина для удаления клещей сто шестьдесят девять рублей ну думаю надо взять на всякий случай мало ли чего пусть лежит ну здесь вот как это как это делать как это убирать клеща вообще ну меня спрашивали вот ходите в лес не боитесь ли ну когда мы ходим по дорогам мы особенно если по кустам лазит то точно насобираешь клещей как-то меня клещ клещ присосался ко мне это было давненько мы отдыхали на природе ну естественно как в кустике надо же сходить и вот все нормально шашлычки там все хорошо здесь по моему заволжи даже когда еще мама была жива приезжали жарили шашлыки все и ходили то с мамой у нее ничего а у меня вот на меня клещ напал и утром с мужем просыпаемся я раз что это у меня тут такое прямо это большое повисло и больно самое главное ведь ничего не чувствуешь и я же принимала душ мылась там все и как он он обычно они в течение двух часов ползают по телу и не присасываются то есть они ищут место и и потом значит они как-то анестезию чтобы человек не чувствовал что это его кто-то укусил и вот так вот откуда чего хотя я и волосы мыла да под душем полностью мылась вытиралась может он как-то в волосах был да и просто вот как-то видимо ну волосы вроде бы светлые да у меня была раньше собачка собачка бонка она была такая блондинистая вся в хозяйку вот такие мохнатенькие у нее это волосенки и вот она порой сходит куда-то погулять да в траву она у нас никогда не гадила где-то вот на дорогах она уйдет она долго место ищет чтобы ей в туалет сходить вот и как-то раз а у нее тельца розовенькая волосенки беленькие и сразу все видно вот и я раз смотрю клещ ну и я их просто вот убирала беру салфетку обыкновенную раз ну вроде был собачка и собачка а тут все таки себя себя еще больше жалко ну я у нее обычно сразу вот он еще не успел там вот так вот напиться там посмотришь и если он чуть-чуть присосался то так вот салфеткой раз его крутанешь и все нормально ничего там не видно у нее тело светлое и волосы там светлые и все видно сразу вот проблем никогда никаких не было я так вот убирала у нее клещей а у меня главное вот где-то вот здесь вот на шее а муж говорит клещ я думаю черт возьми что делать ну и что повез он меня он говорит я не знаю как тут удалять а вдруг чего давай поедем и вот значит с этим клещом если бы он где-то был на виду ну близко как-то в доступности в моей я бы может и удалила бы его но я так распереживалась а и вот здесь ну как я не видно муж не хочет я не могу не знаю вот да еще он все равно как-то плоховато видит мало ли чего а вдруг он какой энцефалитный а вдруг чего и повез он меня еще тогда мы в нижнем жили в рощу в травмопункт был наверное вообще-то не выходной наверное понедельник потому что мы в воскресенье приехали и вот при пришли в травмопункт там женщина чего тут давайте раз она что-то взяла какой-то пинцет чего-то так то ли против часовой как уж она там его крутила я не знаю раз вытащила бросила я говорю а вы как-то на анализ его да что-то она так сказала по-моему даже никакой анализа не делали да сейчас нет никакого энцефалита если бы уже было бы это уже было бы короче говоря известно ну вот так вот вытащила и все и я успокоилась у меня там было такое синее пятно прям как синяк вот там спиртом обработали в общем так я мазала у меня потом болело вот это место потом все прошло все но на всякий случай я взяла пусть лежит да хлеба не просят вот не взяла бы обязательно какой-нибудь клещ бы присосался тут ладно наверное не присосется я думаю ну мы говорю по кустам не лазим так вот у нас же дорожки там мы гуляем конечно когда вот идешь там за грибами или что-то я с грибами тоже сейчас и не хожу вот раньше в детстве помню вообще мы не знали что такое клещи раньше в советские времена все таки все обрабатывали ну я так думаю потому что ни разу никому клещ у нас не присасывался я даже не помню такого случая а все мое детство прошло почти у бабушки с дедушкой всего-то лето мы все время лазили по траве по колено всегда в траве то лежим то там играем то чего-то это самое бегаешь в этой траве никогда никаких клещей никогда не присасывалось сейчас вот это все пущено как-то я не знаю я считаю на самотек даже в черте города ладно бы там где-то это вот какие-то отдаленные деревни какие-то леса там что-то а это вот даже в парках в черте города рядом вот это вот город этот озеро и клещи ну что это такое просто это никому не надо ничего не обрабатывают раньше комаров столько не было потому что берега вот эти все обрабатывали от этих всяких от этой заразы так что вот так ну все дорогие мои все на этом видео заканчиваю всем пока пока пишите комментируйте и до новых встреч будет мы посмотрим вот в парке тут по в это это либо я и не вот это и и Продолжение следует...